Приветствую вас всех на этом канале. И сегодня хотел бы поразмышлять о слове «совершенство». Слово «совершенство» встречается в Писании несколько раз, в частности, в Колоссяном 1 главе, 28 стих. Мы туда вернёмся скоро, можете открыть, если у вас есть Библии. Но слово «совершенство» — это то, к чему, можно сказать, стремится весь мир. Сегодня существует очень много разных книжек, которые направлены на усовершенствование личности человека. Если вы подумаете о себе, то, наверное, вам тоже хотелось бы усовершиться в каких-то сферах. Ну, если не во всех, правда. Сегодня многие хотят иметь лучшее здоровье, чем у них было. Это заметно по тому, как все культурные, физкультурные клубы наполняются. Хотелось бы изменить свою диету, может быть, поправить какой-то свой вес. Может быть, характер улучшить мы хотели бы. Правда, никто не хочет из нас быть хуже завтра, чем сегодня. Это как бы естественно для человека. Мы стремимся усовершенствоваться. Весь мир даже бежит и стремится к совершенству, усовершенствованию и работой над собой. Миллионы долларов тратятся на книги, программы, как улучшить жизнь. Сегодня мы используем эти все вещи для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, удобнее. Но это также есть внутреннее желание сделаться лучше. Это присуще нам. Мы хотим сделаться лучше. И когда мы говорим о усовершенствовании, это понятие не только для мира. Оно пришло также в церковь. В церкви существует понятие, проповедуется очень часто, что нам нужно быть лучше, чем вчера. И, к сожалению, я бы сказал бы, само по себе это неплохое дело. Это очень хорошее дело. Мы должны становиться лучше, мы должны становиться святее, святее, мы должны освобождаться от греха. Но когда это занятие становится лучше, и особенно становится лучше перед Богом и в глазах Бога, пытаясь его удовлетворить всякими своими действиями, усилиями, когда оно занимает первостепенное место в нашей жизни, то я бы сказал с самого начала, что мы обречены на полный провал и крах и на неудовлетворение. Во-первых, сам Господь этого не хочет. Во-вторых, мы не можем достигнуть этой цели. Она недостижима усовершенствовать себя настолько, чтобы удовлетворить Бога. Один проповедник как-то сказал, что если мы следуем не той цели, то мы будем разочарованы перед Богом. Это то же самое, что прийти на небо и целую жизнь здесь посвятить тому, как приготовить для Бога яблочный пирог. Вот мы искали рецепты, готовили и так далее, и всю жизнь посвятили тому, чтобы приготовить Ему яблочный пирог только для того, чтобы, когда придем на небо, узнаем, что Бог яблочные пироги не любит вообще. Было бы, конечно, большое разочарование. Что-то наподобие происходит здесь, когда мы стремимся к совершенству, хотя это хорошее дело. Мы обрекаем себя на неудачу и на несчастье. В другом случае, когда мы обращаемся к Господу и полагаемся на Его совершенство, мы находим удовлетворение в Нем. И естественным образом начинаем потихонечку усовершенствоваться. Если вы заметили этот нюанс, к чему мы стремимся. Давайте прочитаем 1 Колоссянам 1, 28. Стремление к совершенству – это не только стремление нашего человека, но Павел, мы видим, что посвятил всю свою жизнь, все свое служение. Он говорит, цель моего служения – это представить всякого человека совершенным. 1, 28 написано, которого мы проповедуем, это Иисуса Христа, упование нашей славы, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Для чего? Для чего Павел посвятил всю жизнь, проповедуя Христа? И он говорит, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Павел посвятил жизнь, чтобы привести нас к совершенству. Мы опять вернемся к этому. И сейчас я хотел бы построить свое размышление на трех таких основных мыслях. Первое. Что такое стремление к совершенству? Откуда оно исходит? Стремление к совершенству, как я уже сказал, это естественный такой позыв нашего сердца. Мы все хотим быть лучше, мы хотим достичь большего не только в карьере, но также в личной жизни. И вот это стремление к успеху, оно же не происходит от того, что мы уже усовершились или совершенные, либо уже достигли чего-то. Стремление к совершенству, оно происходит от недостаточности. От того, что мы чувствуем себя недостаточным в чем-то. И поэтому хотим быть лучше. Александр Поп был такой писатель. Он не был попом, но он был писателем где-то в начале XVIII века, он сказал такую фразу известную. Ошибаться – это человеческое. Или это быть человеком поистину. Ошибаться – это значит быть человеком. И вот когда мы стремимся к этому успеху, стремимся усовершиться, освободиться от каких-то грехов, стать лучше, меньше злиться, меньше обижаться, прощать и так далее. И когда у нас это не получается, то обычно мы себя оправдаем таким моментом. Мы говорим, ну, ошибаться – это человечность. Ну, никто не совершен, в принципе. Поэтому, ну, как бы, простите меня, вот такой я и есть. То есть стремление к совершенствованию или быть каким-то укомплектованным, оно происходит от того, что мы понимаем внутри себя, что мы недостаточны внутри. Но весь мир и вот неправильные позывы, даже от христианских учителей часто, о том, чтобы мы нашли эту силу в нас, и мы каким-то образом начали меняться для того, чтобы стать пригодным и приемленным для Бога. Но, опять же, мы понимаем не только, что мы недостаточны в сами себе, но также, что цель стать совершенным – это недостижимая цель для нас. Ни самими собой, ни с помощью Бога, ни с помощью Духа Святого мы не сможем стать совершенными. Мы это понимаем. До конца жизни наших дней мы будем стремиться усовершенствоваться, освобождаться от греха, бороться с грехом, с дьяволом, с плотью и так далее. Но мы понимаем, что в конце концов мы умрем в этой плоти, и мы не победим. То есть заранее мы обречены на провал. И Павел говорит, что мое желание привести всякого, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе уже. Не потом, а уже. Но если мы допустим эту мысль, что Павел хотел бы нас исправить и улучшить, то тогда нестыковка получается, потому что у Павла не было силы представить лучше кого-то, сделать кого-то лучше, когда Павел сам себя не мог сделать лучше. То есть Павел не имеет в виду, что он сейчас улучшит людей, всех людей, представить всякого человека в улучшенном состоянии во Христе Иисусе. Это он не об этом говорит. Он не говорит не просто об освящении каком-то, об исправлении, об избавлении от грехов. Он говорит о чем-то суще другом, полностью другом. И можно посмотреть, о чем он говорит, это тогда, когда он применяет это совершенство к самому себе. Посмотрите, в послании филиппийцам он говорит, что у него есть цель не только для других людей, но он также имеет цель для своей жизни. В 3 главе он пишет, 7-8 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою, то есть ничем, всяким мусором. Да и все почитаем мусором, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». То есть для него цель приобрести Христа, но не приобрести собственную праведность. Он стремится совсем к другому. И дальше он говорит, он говорит, я все это делаю для того, чтобы познать силу воскресения его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И дальше говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь в привед, стремлюсь к цели почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И вот ответ заключается в этом совершенстве не в наших усилиях, а в том, кто мы есть во Христе Иисусе. Он говорит, я забываю все, что я достиг, зная только мое призвание, что я во Христе Иисусе. То есть, если цель вашей жизни это освободиться от греха, я вам гарантирую, так же, как гарантирует вам Писание, что у вас ничего не получится. Если вы избавитесь от какого-то греха, и это ваша основная цель, это ваша основная заповедь в жизни, основная цель достижения, то в лучшем случае это заменится гордостью, что вы чего-то достигли, и этот грех один заменится грехом другим. Избавление от греха не является величайшей заповедью, которую Господь нам дал. Величайшей заповедью, которую Господь нам дал, это распространение Его любви другим после того, как мы познали Его любовь. Когда Господь посылает учеников, Он сказал, великую заповедь даю вам я, для того, чтобы вы что, шли научи, научили этим обетованиям, которые я вам дал. Еще один момент о том, что стремление к усовершенствованию, оно приведет нас к худшему состоянию. Евреям 12 глава, Павел также, вернее, не Павел, а тот, кто написал, он говорит, «Поэтому и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». То есть, Иисус Христос является нашей целью, не освобождение от грехов, а и Христос. Когда мы бежим по жизни, мы бежим за Христом, а не за освобождением от греха. Как-то я слышал такой пример, когда двое братьев, ребят соревновались друг с другом, кто может перегнать свою тень. И вот они бежали, смотря на свою тень, пытаясь ее перегнать, пока оба не стукнулись лбом о стенку. То есть, когда мы выбираем цель не следования за Христом, не познания Его любви, не познания Его благодати, и в этом видим усовершенствование, а пытаемся освободиться от каких-то грехов, и это является нашей целью, то в конце концов мы так же, как и эти ребята, стукнемся лбами, а неспособность исправить себя до той степени, чтобы Господь нас принял. Но что имеет в виду эта фраза «быть совершенным»? Вернемся к Колоссянам. И в Колоссянам Павел говорит, «Мое желание представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Не наполовину, не еле-еле, не где-то около, а полностью совершенным». О чем речь? Слово, которое Павел употребляет, можно заменить достаточным. Он хочет представить всякого человека достаточным во Христе Иисусе. Либо зрелым во Христе Иисусе, либо полным и укомплектованным. Комплект полный. Когда вы покупаете, может быть, машину, вы хотите полную комплектацию. Вот все, что там было. Там был подогрев сидений, там было все ведущие колеса, там кожаные сидения и так далее. То есть вы смотрите на полную комплектацию. Когда Господь смотрит на нас через Иисуса Христа, и когда Он помещает нас во Иисуса Христа, то Он смотрит на нас не как неукомплектованных каких-то, недоделанных, не до конца оправданных, не до конца освященных, не до конца посвященных. И желает, чтобы мы вновь и вновь посвящали себя своими способностями, вновь и вновь отказывались от всяких грехов ради Иисуса Христа. Нет, Он хочет, чтобы мы увидели в Нем нашу полноту. То есть Павел говорит, смотрите, я проповедую Христа, который является полнотой Божьей. А во Христе нет никакого недостатка. И я хочу, чтобы вы это понимали. И если вы в Нем, то вы в полной мере обеспечены и укомплектованы в глазах Бога. Это не значит, что мы без греха, но это значит, что во Христе нет никакого недостатка. И если вы во Христе, если мы во Христе, то Бог не видит наши недостатки. Он не усматривает эти недостатки. Когда Ной был в Ковчеге, Ной был в полном достатке. Там не было недостатка для того, чтобы уберечь его от этой гибели, от потопа и так далее. Поэтому, когда Ной был в Ковчеге, он испытывал полный достаток. Таким самым образом, Павел говорит, что в Нем, в Иисусе Христе, вся полнота Божества телесна. То есть, так как Бог наполнил Иисуса Христа всей полнотой, и там было никакого недостатка. Когда Господь помещает нас во Христа Иисуса, Он дает нам полнейшую полноту. Полнейшую полноту. Поэтому Павел говорит, мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным самим по себе во Христе Иисусе. наше совершенство это сверхъестественное чудо Божие, которое Бог применяет нам одноразово. Подумайте о том, как мы изменимся в последний момент, когда Христос придет за Своей Церковью, и Он написанно во мгновение ока изменит тела наши. В тот момент вы не скажете, ну я же работал долго для своего освящения, и вот тебе осталось чуть-чуть меньше работы по моему изменению. Нет, Господь сверхъестественным образом, неважно в каком состоянии вы находитесь, так как вы, дети Божии, изменит вас во мгновение ока. Это будет полностью Его работа, Его силою, Его могуществом, потому что Он пообещал это через Иисуса Христа. Это не от нас. Вы не будете Ему помогать в этом. Это произойдет независимо от того, в каком положении вы будете находиться тогда. Поэтому наше упование на Него, я прочитаю несколько стихов для того, чтобы, может быть, как бы подытожить это все. В чем состоит эта полнота или укомплектованность наша? Как вы о себе думаете? Вы думаете о том, что вы какой-то недоделанный грешник, либо что вы находитесь в полноте Иисуса Христа без всякого недостатка в Его глазах? От этого будет зависеть, как вы будете бороться с грехом, со своими греховными привычками и так далее. Как вы относитесь к самому себе? Смотрите, четыре момента я вам скажу. Наше осознание, нашего совершенства во Христе Иисусе. Во-первых, мы имеем полное прощение, укомплектованное прощение. Не временное прощение, не частичное прощение, а полное. В послании Колоссяна написано «И вас, которые были мертвы во грехах, вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простил нам все грехи». Не частично, а все. Вы чувствуете полноту Божьей благодати и полноту Божьей комплектации. Все грехи. Полное оправдание. Римлянам 8 глава, 1 стих. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет никакого. Не много нет осуждения, а полного осуждения. Нет. Полное оправдание. Полная свобода от рабства греха и плоти. Мы поговорим в следующем выпуске об этом. Но здесь в Римлянам 7 главе 6 стих написано «Но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам жить, служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Написано «Освободились от него». Не частично, не только одной ногой освободились, а полностью освободились от закона и от греха. Четвертый момент. Полнота, богатство, благодать. 1 Коринфянам 1 глава 5-7 стихи говорят, «Потому что вы в нем обогатились всем, не только частично, всем, всяким словом и всяким познанием. И без свидетельства Христова утвердилась в вас, так что вы не имеете недостатка. Никакого недостатка». То есть, когда мы говорим об совершенстве, мы говорим о совершенстве Иисуса Христа. И если мы пребываем в нем, то мы имеем все совершенство Христа. Оно применимо к нам в оправдании, в искуплении, в освобождении и богатстве благодати. Поэтому Петр говорит, «Припоясав чесла ума вашего бодрствия, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Итак, цель нашей жизни как Бог определяет нам, это не просто избежать греха, что важно, что очень хорошо. Основа нашей жизни и цель нашего существования, это не просто стать лучше, стать чище, стать более пригодным для Бога. Нет, это уповать на Его благодать и поверить в то, что мы уже имеем. А мы имеем самого Христа. написано в Коринфянам, что Господь Иисус Христос для нас сделался премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Всем Он сделался для нас. Поэтому, когда мы живем христианской жизнью, у нас есть два выбора. Бежать для Христа, делать все для Христа, жертвовать все для Христа, избавляться от греха для Христа, либо бежать ко Христу и жить им, жить только им, Его мудростью, Его богатством, Его силой. Не просто жить Его силой для того, чтобы избавиться от каких-то недостатков, но цель всего существования это приблизиться к Нему и познать всю благодать, которую Он дает нам. Для чего мы пытаемся читать Библию, ходить в собрания и так далее? Если мы пытаемся усовершенствоваться через это, ну, мы, наверное, немножко сбились с дороги, потому что Евангелие говорит, наша жизнь посвящена Христу, потому что мы хотим быть с Ним, мы хотим испытать Его радость, мы хотим испытать Его присутствие. Когда я читаю Писание, разница между тем, как я долгое время читал Писание и как я сейчас читаю. Долгое время я читал об Иисусе Христе, о людях, о том, как мне жить, и использовал Библию как такое пособие для жизни, как мне стать хорошим человеком, хорошим мужем, хорошим отцом, может быть, хорошим пастором и так далее. И в этом был какой-то, может быть, успех, и какой-то польза, но гораздо более пользы я получаю сейчас, когда я читаю, для того, чтобы искать лица Его, для того, чтобы просто быть с Ним, для того, чтобы увидеть, насколько Он меня любит, насколько Он меня обогатил, насколько Он меня простил. И вот такой подход, он естественным образом изменяет мою жизнь, он естественным образом дает мне силы, черпая не собственных усилий, а от Него жить в Его славу. Спасибо за внимание.